Поговорим с нашим наступным гостем, международным экспертом программы ЕС с поддержкой управления государственными финансами Витяницем Алишаускасом Лабаденом. Доброго раннего дня. Видите, я пропоную, перейду на русский, потому что мне сказали, что вы не понимаете украинскую. В следующий раз предлагаю вести наш диалог или на литовском языке, или на украинском. Согласен. Давайте все-таки поговорим про таможню. И вот почему именно таможенное направление оказалось в первых рядах продвижения в направлении вступления в Европейский Союз? Я думаю, что несколько причин. Во-первых, что такое Евросоюз? Моими глазами Евросоюз, во-первых, это союз, таможенный союз. Это значит, что движение товаров между странами свободное, без таможенной пошлины. Товар из Польши едет в Португалию, так же, как товар из Киева в Львов. Вторая причина, наверное, та, что именно во время войны президент обратился с желанием присоединиться к Евросоюзу. И принято решение, чтобы Украина получила статус кандидата в Евросоюз. И, наверное, самая главная причина, что во время войны международная торговля идет в основном через границы между Украиной и странами Евросоюза. Из-за этого надо как можно быстрее все внедрить евроинтеграционные меры для того, чтобы прохождение границы было как можно быстрее. А насколько сократит прохождение? Какие нужны документы? Откровенно говоря, если говорить про транзит, который мы теперь внедряем, и когда Украина присоединится к конвенции по общему транзиту, так пересечение границы будет вот такое. Приедет водитель в таможню, покажет документ, там есть такой штрих-код, у таможни будет такой счетчик, который в магазине, он прочитает этот бар-код, и если система рисков не срабатывает, таможенные, и он проверит, конечно, таможенные пломбы, и если все хорошо, таможенное оформление закончено. Как мы любим говорить, это будет быстрее, чтобы даже водитель не успеет выпить чашку кофе. Но с другой стороны, та машина будет стоять в очереди с другими машинами, потому что есть некоторые национальные регламентирования, например, экспорт из Украины, он закрывается только на границе, из-за этого придется все равно водителю идти в таможню. В наших странах Евросоюза есть такой функционал экспорт-контроль, который закрывается внутри страны, там начинается транзит, и тогда не надо совсем заходить в таможню на границе. Так что будет несколько еще таких процедур, из-за которых те машины будут стоять в очереди. Но если говорить в общем, так внедрение, присоединение к конвенции по общему транзиту действительно сократит время таможенного оформления, и если внедрить другие меры, действительно мы можем ожидать, что очереди, они не будут большими, они уменьшатся. Вот вы говорите, что есть еще процедуры, которые будут тормозить прохождение таможни. А возможно, что в будущем и эти процедуры спростят? Конечно, конечно. Это все уже запланировано. Запланировано это есть часть соглашения между Украиной и Евросоюзом. Это выполняется, и шаг за шагом принимается нужное законодательство, и внедряются нужные процессы. Так что я думаю, что это только дело, только время, больше ничего не надо, потому что направление понятное, и Министерство финансов, и все, которые подключены, они все работают по этому направлению. Шаг за шагом. А насколько вот эти таможенные послабления ударят, так сказать, по коррупции, и насколько вот они могут подселить наш бюджет? Очень хороший вопрос. Коррупция это такое, что с давних времен волнует не только таможню, но и другие учреждения. Посмотрите, какие корни коррупции. В принципе, обычно это бывает, когда процессы и процедуры непонятные, когда их много, когда они непрозрачные, и рядом стоит чиновник, который чего-то хочет. Это одна из причин, из-за которой мы в Евросоюзе поменяли новый таможенный кодекс, мы уменьшили количество процедур, они стали более понятными, более ясными, более публичными. И самое главное, мы внедрили IT-инструменты, чтобы как можно больше уменьшить влияние и человеческого фактора. И в принципе, Украина идет по этому направлению, как я говорил, уже внедряется шаг за шагом положение, которое переносится из таможенного кодекса Евросоюза, внедряются нужные IT-системы. И, например, присоединение конвенции по общему транзиту, которое тоже осуществляется с применением IT-системы, НЦТС она называется, это тоже один шаг в ту сторону. А нужно ли нам менять, провести реформу в таможне? Нужно ли? Да, да, да. Нужно ли вот сейчас? Я думаю, что этого не избежать, потому что, как бы это ни было, это обязательство Украины, значит, это значит, внедрить новое законодательство, внедрить положение таможенного кодекса Евросоюза, а за этим всегда идут дополнительные процессы, например, если говорить про общему транзиту, добавляются процессы в таможне гарантии, добавляются новые процессы расследования, для этого внедряется IT-решение, и, конечно, внедрение нового законодательства таможенного, за этим всегда идет реформа, и за этим всегда теперь идет и внедрение этих инструментов. А как вы думаете, какие еще реформы вот Европейский Союз готов нам помогать? С какими еще реформами? Если говорить какими, так ключевые реформы, которые в сфере таможни, они описываются в соглашении об ассоциации. Я думаю, что когда начнутся переговоры, когда Украина как страна-кандидат начнет переговоры с Евросоюзом, там будет весь список нужных реформ, которые должны быть осуществлены в Украине. Что касается таможни, наверное, не будет ничего, очень много, чего мы теперь не знаем, потому что основные моменты уже описаны в 15-м приложении соглашения об ассоциации, мы это знаем, просто надо внедрить это шаг за шагом, и больше ничего не надо делать. А что касается помощи, что касается помощи, так обычно, когда страна имеет статус страны-кандидата, включается механизм помощи со стороны Евросоюза, и обычно бывает, всегда бывает финансовая поддержка для этих реформ. А как это скажется на предпринимателях? Для предпринимателей это скажется очень хорошо, но только для тех, которых мы называем добросовестными. Это значит, что у нас есть такой процесс авторизации, во время которого предприниматель оценивается, и если он, как мы говорим, авторизирован и имеет право на упрощение, это значит, что он будет экономить время, ему не надо будет заезжать в таможне, и, конечно, он будет экономить деньги. Но нет, для добросовестных ситуация не будет очень хорошей, для этого у нас есть, и в Украине тоже есть система управления рисков, и с помощью этой системы недобросовестные проверяются больше и более кратно. Спасибо вам за то, что присоединились к нашему разговору и рассказали нам эту интересную информацию. До новых встреч! Спасибо, до побачения! До побачения! Это был Витянис Алишаускас, международный эксперт с питанием мытницы. Спасибо! Спасибо!